Знаете, что динозавры вымерли? Они были большие и не оперативные. Их вот быстренько кусали по мелочи, а они не были теплокровными, они были хладнокровными. То есть большой бизнес у нас, как динозавры, он хладнокровный, ему пофиг, он самодостаточный типа. Он в свое время базировался на том, что кто-то где-то когда-то деньги с комбината или откуда-то, ну, скорее всего, с комбината дернул. Да, и он, конечно, жиреет, он себя рекламирует, он даже, может быть, красит транспортные средства или у большого бизнеса бабки тырят. Ну, это ладно, это другая тема. Наша тема – помочь все-таки развитию бизнеса. Не свистеть с телевизионных экранов о том, что мы помогаем развитию малого бизнеса, а показывать и рассказывать и помогать. Ну, и вот сегодня, казалось бы, очень сложная задача – раскрутить точку, которую раскручивать не надо, потому что, ну, здесь очень много варьков на крытом рынке, которые продают, в принципе, одно и то же. Ну, давайте попробуем. И начнем мы с павильона номер 22. А почему с малышами работать приятнее? Да потому что у них глазки горят. Их еще не облизали, и у них еще не высосали бабосики никчемной рекламой. Малыш просто вынужден крутиться и продавать. Малыш, конечно, грезит о больших объектах, но он не в состоянии платить откаты. Малышу нужно движение товара, а когда малыш знает недостатки гигантов, то все складывается. Гигант он ведь как? Берет много и не всегда чего нужно, а затем за счет оборотов рано или поздно все спихнет. И вот он принцип рынка. Чего нет у гиганта, есть на лотках. И место сие посещали, если не все, то большинство. Потому как мелочевка нужна, и без нее дешевый такой. Да и не жить. В павильоне 22 представлена такая. Причем по количеству смесителей здесь этот небольшой павильон может конкурировать и с гигантами. И так вот довольно просто можно, оказывается, раскрутить и точку, находящуюся в самом центре центрального крытого рынка. Но не самого крытого рынка, а вот торговых рядов, производственных торговых рядов центрального крытого рынка. Павильон номер 22. Хороший опыт для общения. Дело в том, что в этом павильоне вы найдете самый широчайший ассортимент смесителей. Причем они тут абсолютно недорогие. Максимальная цена это 2000 рублей. То есть смеситель не ремонтируем, просто ставим новый. И тут вот возникает вопрос. Почему такая дешевая цена? Ну, во-первых, здесь все оптом. То есть много, большой ассортимент. И привлекаются, ну, кстати, и строители в том числе, и те, кто хочет организовать бизнес. Пожалуйста, приезжайте, заключайте договор. И у себя в деревне, сейчас любая деревня имеет горячее водоснабжение благодаря газу. Что касается надежности, вот этой всей техники. Не будем греха творить. Вода у нас, ну, мягко говоря, она вкусная, конечно. Но она жесткая и с включениями и металла, и грязи. Так вот, на 40 сместерей, честная информация, если один появляется по гарантии, то это очень хороший результат. Вот вам показатели работы. Естественно, надо понимать, что находясь в центре внимания, и в центре города, и в прямом, и в переносном смысле, репутация превыше всего. Потому как конкурент может и не за несколько километров, а здесь же на другой улочке. Почему мы еще раз говорим, что речь в сюжете идет именно о павильоне номер 22, и расположенном напротив него? Да потому что за товар здесь отвечают. И делают это так, что постоянные клиенты едут сюда и из других концов города. В свое время центральный крытый рынок, это было единственное место, где можно было найти все. Сейчас как? Ну, в данный момент я всегда сюда заезжаю, когда мне нужно что-то эксклюзивное. То есть, качество и цена всегда соответствуют всей продукции, которая здесь продается. Вот у данного человека я всегда покупаю необходимое оборудование для всего сада. Ну, вот всякие поливалки, там все остальное. Ну, сейчас вот зашел, приятно удивлен, что у него есть еще и краска. А так, в принципе, ну, очень хорошее место. Сейчас продавцов много, все естественно, как-то кто-то цены ломит, кто-то нет. Здесь цены как? Цена самая приемлемая. Вот по сравнению с остальными точками, почему-то всегда приезжаю на крытый рынок, хотя сам живу на 50 лет в магнитке. По дороге стараюсь, но всегда заезжать. Итак, если у вас возникла необходимость поменять смесители, то это сюда. Если вы ставите электротопление, то же. Если тены на котле у вас погорели, то опять же сюда. Водопровод ремонтируем тоже. Сад надо полить, что сейчас особо актуально. Однозначно сюда. Мелочи всякие и снова. А вот за лампочками и кабелями, а также и другой мелочью, то это в аккурат напротив. Ну, вот так вот можно иногда и по взаимозачету. Это благодаря тому, что вот этот товарищ скоро ремонт заканчивает. Потом в деньги будем работать. Цена вопросов. 30 тысяч рублей. Очень порадовало то, что отдельные конторы платят аж 2 миллиона рублей в год за рекламу. То есть, ну, понятно, да, куда все остальное. Если 86% телезрителей рекламу не смотрят, газеты не читают, а смотрят вот такие сюжеты. К примеру, о том, что оказывается, можно спокойненько и любой ларек приподнять. Это о чем говорит? Вот здесь реально завозят товар, реально показывают его и привлекают человека, который, ну, по крайней мере, своим авторитетом отвечает. А остальные, ну, представляете, да, 30-30-30-30-30-30, грубо говоря, ну, максимум 450 тысяч в год. Все остальное, ребята, если вы тратите больше, то у вас просто тупо тырятся. На откаты там, на все остальное. Ну, да ладно. Честно говоря, что порадовало? Ну, то, что люди здесь, вот, как-то они болеют за свой бизнес. И хотя здесь не всегда бывает так тепло и солнечно, как в июне, здесь бывает и холодно, но всегда здесь какой-то движняк есть. Потому что пытаются продавать за дешево, и это получается. И вот сюда за дешевыми ценами вы тоже приходите. Кстати, напротив, вот здесь, павильон номер 35, тут еще и электрика тоже дешевенькая.